Здравствуйте, я инструктор Сергей, дрессировочного центра ДРЕД. Хочу вам рассказать про породу Канакорс. Как вы видите, порода мощная, вес где-то 48 килограмм точно есть. Уши купируют Канакорса, но ему этого не сделали. Только хвост. Да, вот. Ну, собака была вторая в помете, поэтому он такой, ну, массивный мальчик у нас. Собака-компаньон, к людям они относятся как бы хорошо вообще. Вот он лично, собака, которая кидалась, кусала меня уже не раз даже за руку. Это просто особенности были вот у этого именно собаки. Вот, сейчас вы видите, какая реакция у собаки, то есть мы с ним занимаемся. Работаем. Собака стала адекватной. Вот недавно ему год вроде бы было, ну, больше года уже собаке. Но занимались с ним и в 6 месяцев начинали вроде бы заниматься, то есть, ну, с маленького возраста. Пищевая мотивация у него в принципе хорошая. Работать можно. На еду в основном только и работаем. То есть, за еду он согласен быть послушным. Для чего строгий ошейник отдел? Потому что за счет его включала реактив и начинала, ну, агрессиву проявлять. Поэтому я приучаю именно, чтобы он положительно относился к строгому ошейнику. Любой породе надо уделять максимум времени. То есть, так же самое и это относится и к конокорсу. То есть, конокорсы, они мощные собаки, которых надо правильно воспитывать. А для правильного воспитания это надо много времени, много уделять. Как и для игры, так и для тренировок. Вот, расслабляться им тоже нельзя. Вот еще одна порода конокорса по кличке Слай. Но, видите, он очень большой, крупный, высокий. Нетипичный для конокорсов. По весу он 51 килограмм 50 грамм. То есть, это я точно знаю, потому что сам лично важен его. Все остальное, что зависит от конокорса, он в принципе, как по послушанию, так и по охране он работает. По послушанию он слушается хорошо. Пищевая мотивация у него была высокая. И особенности в пищевой мотивации было то, что собака кушает яблоки, помидоры. И это даже намного, наверное, больше его стимулировало, чем само мясо. Сейчас занимаемся именно по охране. Я советовал бы такую породу. Это классная порода, но все же надо заниматься с этой породой. Спасибо.